Здравствуйте, дорогие зрители! Меня зовут Раднила. Это передача «Заряд бодрости». У нас сегодня в гостях Алина Тимашева, преподаватель йоги и женских практик. Привет, Алина! Привет, Радни! Саднам! Саднам! Расскажи, пожалуйста, с чем ты сегодня пришла к нам в проект? Сегодня наш комплекс для женщин, для того, чтобы стать радостной и счастливой, для того, чтобы просто улыбаться. Это реально в современном мире? Конечно, безусловно. Потому что очень много напряжения в городе, суеты, дикие скорости. А у нас специальная практика, достаточно медленная, глубокая. Здесь не будет никаких быстрых движений, и мы будем глубоко дышать и практиковать просто определенные асаны. И это будет возвращать нас внутрь, к самим себе. Для того, Алиночка создала очень приятную, красивую атмосферу, которая тоже создает такую радость в душе и счастье. Это для женщин, да, Витя? Да, для женщин. Спасибо тебе. И мы, наверное, начнем, да? Да, хорошо. Первое упражнение – это разминочное упражнение. Ладони внутренней стороной на колени и грудную гелетку переводим вперед, а с выдохом округляем спину. Дышим глубоко, дышим осознанно и не спеша. Погружаемся внутрь себя. Сегодня наша практика для женщин, для девушек, для мам, для бабушек, для всех, без исключения. Просто вспомните, что вы женщина. А что, по-твоему, женщина делает счастливее? Ой, это такой вопрос, родни, достаточно глубокий. И в другую сторону. Ну, окружение, как я считаю, любимая работа. Женщине очень важно заниматься творческой деятельностью, хобби, танцевать, петь. То есть, по сути, вообще это женское предназначение. Чем больше женщина занимается творчеством, тем счастливее она становится. Она же раскрывает себя. Опять-таки, окружение людей. Здесь достаточно много таких нюансов, что делает женщина счастливой. А что делает счастливой тебя? Да, я с тобой согласна. Окружение, любимые люди рядом. Берёмся за колень и на вдохе переводим грудную клетку вперёд, а с выдохом округляем спину, плечи тянем к ушам. В ритме собственного дыхания мы делаем это упражнение не спеша. Ты рассказывала, родная, рассказывай. Да, первая мысль, которая мне пришла, даже когда я тебе задавала вопрос, это то, что девушке, женщине очень важно чувствовать себя любимой. И это её делает счастливой в первую очередь, наверное. Когда она знает, когда она окружена любовью, заботой, вниманием, лаской, то она счастливая. Да, это тоже. Самое важное для женщины, я тоже считаю, посвятить свою жизнь любимому делу. Оно может не приносить много денег, но мы не должны всё сводить только к деньгам. Мы должны и получать удовольствие от того, что мы делаем. Правда? Ведь в этом смысл нашей жизни. И с выдохом останавливаемся. Хорошо. И мы готовы начать наш комплекс. Радмил, он достаточно первая асана, она достаточно такая сложная, но я думаю, ты сможешь. Навасана. Стопы на коврик. Берёмся за большие пальцы наших стоп и вытягиваем вверх. Хорошо. И сидим в этом положении, дышим глубоко и осознанно. Что даёт нам эта асана? Заземление. В первую очередь мы заземляемся. Она успокаивает наш ум. А что даёт нам заземление? Уверенность. Для женщины это даёт уверенность, что она твёрдо стоит на земле. Движется к своим целям. Знает, чего хочет. Ведь наша задача не только перекладывать наши желания на кого-то другого, но и добиваться самих, самими этих желаний. Правда? Есть просто желания, которые мы можем достичь только мы сами. Поэтому это очень важно. Можно закрыть глаза и дышать глубоко, Радмил. Почувствуй опору. Почувствуй, что ты сидишь на седалищных костях. Дыши просто глубоко. Длинный выдох, глубокий вдох. После всех этих асан ощущение лёгкости. Знаешь, как будто бабочка. Не тело, а бабочка. Просто проживи в этой асане сейчас. Проживи всё. Мне, знаешь, захотелось сказать, не гусеница, а бабочка. Гусеница уже превратилась в бабочку. Всё уже невозможно. А вообще, если каждый день, например, делать вот эту асану, да? Каждый день по несколько минут. Будешь очень приземлённым человеком. Нет, не только. Спокойный. Понимаешь? Спокойный. Во всём абсолютно. Ничто не будет тебя нервировать. Абсолютно ничто. И опускаем. Хорошо. Теперь приподнимаемся. Хорошо. Переплетаем пальцы в замок Венеры над макушкой. Правая нога остаётся на коврике. И сгибаем левую ногу в колени. Бедро параллельно полу. И смотрим одну точку, фиксируем взгляд. Дышим глубоко через нос. Почувствуй этот внутренний стержень внутри себя. Наши ноги становятся более крепкими, а походка становится более уверенной. И мы становимся более уверенными и шагаем смело к нашим целям, к нашим мечтам. Без страха. Держимся. Всё хорошо, Ратмила? Ну, как сказать. Держать тяжеловато. Ну, что поделаешь. Работа над собой, помнишь, я говорила, самая сложная работа. Поэтому ею занимается не так много людей. Что даёт эта асана? Тоже заземление, уверенность в себе, смелость, желание двигаться к нашим целям. Мы становимся спокойными, мы не суетимся. Ты заметила, что чем глубже и спокойнее асана, тем спокойнее становится ум. Ну, второстепенные мысли уходят из нашей головы. Кстати, да, вот ты сказала, мы не суетимся. Спокойствие – это одна из составляющих счастья женщины. В суете мы не успеваем и сделать половину дел, которые мы хотим сделать. В спокойствии мы успеваем всё. Опускаем левую. И сразу же меняем. Поднимаем правую. Мы снимали пилот утреннего проекта. Мы говорили об идеальном утре. И я задавала вопрос женщинам, девушкам, что для вас идеальное утро. И очень многие сказали, что идеальное утро – это когда я никуда не тороплюсь. Прекрасно. Для меня, например, от Милы, тоже очень важно проснуться с утра. И в первую очередь не включить телефон, не посмотреть, кто мне позвонил, а просто полежать и понять, что Бог дал мне ещё один день. Просто поблагодарить Его за этот день. И неважно, какая погода за окном, дождь или солнце. Просто Вселенная даёт нам каждый день шанс. И я считаю, что это самое лучшее – просыпаться для меня с чувством благодарности. Опускаем. Хорошо. И расплетаемся. Чуть шире наши стопы. Стопы смотрят прямо. Из этого положения наклон вперёд. А макушкой тянемся вверх. И дышим глубоко и осознанно. Обязательно макушкой нужно тянуться вверх. Опускаемся вниз. Можно опустить руки прямо на голень. Полное расслабление. Полная релаксация. По моим личным ощущениям, вот эта асана, она позволяет нам принять мир таким, какой он есть. Опять-таки, у каждого человека свои собственные представления. Может быть, человек почувствует что-то другое. И это тоже будет хорошо. Жизнь никогда не против нас. Она всегда за нас. И поэтому мы должны научиться доверять жизни, а не бороться с ней. Когда человек борется, он и получает больше препятствий. Тем самым, жизнь говорит, перестань бороться. Просто прими всё так, как есть. И для женщины тоже очень важно научиться принимать всё так, как есть. Теперь опускаем руки на коврик. И начинаем пульсацию животом. Втягиваем себя и расслабляем. Минуту. Втягивай и расслабляй. Продолжай. А что даёт это упражнение? Пульсация по почным центрам поднимает энергию вверх. Освобождает нас от всех невысказанных эмоций. Позволяет нам проявить себя такими, какими есть. И поднимает энергию кундалини. Опять-таки, мы поднимаем наш потенциал. У каждого он раскрывается по-разному, Радмил. У кого-то уходят блоки, страхи. Кто-то очень хорошо заземляется. А у кого-то раскрывается сердечный центр. То есть, сама энергия, она находит все блоки и раскрывает их. Угу. Еще немного. Просто втягивай в себя. Также это упражнение позволяет пране двигаться по центральному каналу. Сушумно. Мы наполняем каждую клетку. Хорошо. Опускаем. Молодцы. Поднимаемся вверх. Прекрасно. Все хорошо? Не кружится голова. Хорошо. И завершающее асана или упражнение, которое мы сейчас будем делать. Нам нужно сесть вдоль коврика. Опускаем ягодицы на пятки. Хорошо. Опускаемся корпусом вниз. Переплетаем пальцы в замок Венеры. У девушек большой палец сверху левой. Левой руки. Хорошо. Из этого положения, Радмила, отрываем таз от пят. Хорошо. Чуть подаем корпус вперед. Максимально поднимаем руки от себя. Угол 90 градусов вообще должен быть, чтобы раскрыть сердце. И дышим глубоко. Дышим глубоко. То есть через все напряженные астны или упражнения мы достигаем полного расслабления. Через это напряжение уходит наше внутреннее напряжение. Прежде чем хорошо расслабиться, нужно хорошенько напрячься. Точно. А вообще я предлагаю делать этот комплекс каждый день для женщин. Мы, женщины, поменяли юбки на брюки. Да? Потому что мы решили, что так нам комфортно. А между тем ношение юбок сохраняет энергию гораздо больше, чем ношение брюк. Это не антиреклама. Просто занимаясь спортом, мы понимаем, что мы не можем одеть юбку. И мы одеваем, конечно, брюки. И мы это перевели на повседневную жизнь. А ты на себе это испытала? Ты проверила, что когда носишь юбки, у тебя больше энергии? Да. Ты знаешь, даже люди замечают тебя и смотрят на тебя по-другому. Если, например, ты носишь брюки, то ощущение, что мужчина на тебя смотрит как на равных. Понимаешь, да, меня? А когда ты носишь юбку, сразу мужчина видит в тебя женщину. И опускаемся. Хорошо. Поднимаемся медленно и не спеша. Прекрасно. Вытягиваем ноги вперед. И завершающий асна Радмил. В этом комплексе посещамотанасана. Полное расслабление. Помнишь, мы говорили о том, что неважно, как мы опускаемся вниз с прямой спиной или с округлой спиной. Главное, что ты чувствуешь, когда ты делаешь эту асну. Что ты испытываешь, когда ты наклоняешься к ногам. Самое главное же не дотянуться, не взяться за большие пальцы наших стоп. Алена, а почему нужно делать в самом конце вот почему-то асну? Я заметила, что в каждом комплексе ты это даешь. Ну, во-первых, эта асна, она возвращает к себе, к самой себе. Во-вторых, она позволяет взглянуть на свой внутренний мир. И полностью расслабиться. То есть отключиться от внешнего мира. Поэтому мы ее делаем в самом конце. Хорошо. И ложимся в шава-сану. Закрывай глаза. Раскрой стопы, на ширине коврик. И почувствуй, как тело растекается на коврике. Как легко, как приятно, как хорошо. Ты пребываешь здесь и сейчас. Почувствуй, как тепло наполняет твое тело. От самых стоп до самой макушки. Офолокивая даже кончики твоих волос. Звук рождается из глубины. Радмила. Ты пребываешь. Ты пребываешь. Ты пребываешь. Ты пребываешь. Это внутренняя тишина и пустота. Наполни свое тело, свои мысли. Свои чувства тем, чем ты хочешь наполнить. Что вызывает у тебя радость. Вызывает у тебя принятие и любовь. Вызывает у тебя чувство тепла и нежности. Наполни себя тем, что возвращает тебя к себе, к своему я, к своим внутренним ощущениям, к спокойствию, к тишине и легкости. Когда ты будешь готова, пошевели кончиками своих пальцев и стоп. Потянись максимально, вытягивая свой позвоночник. Ляг на любой бок и позволь энергии интегрировать по всему твоему телу. И мягко, аккуратно приподнимаясь. Как ты себя чувствуешь, Ратмин? Замечательно. Очень хорошо. Как у тебя ощущение от поющей чаши? Она уносит куда-то в другие, в другое измерение. На самом деле мозг отключается. И то, о чём ты говоришь, легче это всё представлять. И погружаешься во все представления. И мне кажется, эффекта, что это была как медитация, намного больше. Спасибо тебе большое за чашу, за этот комплекс. И тоже желаю тебе быть счастливой каждый день, каждый день наслаждаться, радоваться и дарить окружающим любовь. Спасибо вам большое. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok